Наша весёлая компания отправляется в очередное своё путешествие по Пензенской области. Сегодня нас ждёт Шиханский Покровский монастырь. Вот на таком позитиве мы добрались до монастыря. Повязываем платки и косынки вперёд в монастырь, изучать его историю, смотреть то, что с ним стало сейчас. Про историю нам расскажет священник Владимир Казнов. С его слов и я попробую вам рассказать о монастыре. Итак, Покрово-Шиханский женский монастырь. Основателем и устроителем в 60-х годах XIX века монашеской мужской, именно мужской обители на Шиханской горе, близ деревни Новая Селя, в 8 километрах от села Ахматовка, был житель деревни Холинёва Сергей Петрович Полянский-Мазанов. Он являлся управляющим имением генерала Ларионова. Одной из первых храмовых построек явилась деревянная церковь, сооружённая при мужской обители в 1866 году, на средства, собранные старцем Сергеем Полянским с помещиков Лужина, Ларионова и других, которые рядом проживали. По смерти старца община распалась, и на протяжении 20 лет после этого на Шихане царило запустение. Но вот по прошествии времени промыслом Божьим избирается возродительницей обители, жительница села Маис, некая Анна Григорьевна, которая явилась основательницей женской богодельни при храме в честь покрова Божьей Матери. Настоятельницей ей была определена монахиня Макшанского Казанского монастыря Леонида. В 1890 году богодельня была переименована в Покровскую Шиханскую общину, которая была возведена в женский монастырь в 1894 году. Монастырь просуществовал до 1928 года, после чего был разрушен. О последних годах его существования известно мало. Все, что удалось узнать, благодаря воспоминаниям местных жителей, дает возможность заглянуть в трагическое прошлое нашего Отечества. Итак, немного истории. У нас уже женский монастырь, в нем игумение Леонида, и она строит главный трехпредельный каменный собор в честь Святой Троицы. Троицкий собор был сложен из красного кирпича, придавшего ему особую величавость. Мастера кирпичной кладки сотворили чудо. Ажурное оформление взметнулось ввысь собора, придало ему воздушную легкость. По своему изяществу и исполнению он был одним из красивейших храмов Пензовской губернии. Величаво возвышались десять глав, увенчанные позолоченными крестами. Живопись была выполнена сестрами монастыря, иконостас искуснейшими резчиками, а иконы выписаны на железной основе в живописном виде. В центре храма висела многоярусная хрустальная паникандила, которая своим изяществом и блеском привлекала внимание молящихся. Пожертвовано оно было обидели князем Аболенским, владельцем стекольной фабрики в селе Николы Пестровка. Зажигалось оно только в праздничные дни. Собор прекрасно вписывается своим видом в природный ландшафт. Первоначально обитель бы имела деревянное ограждение, но затем была сооружена ограда из красного кирпича. При входе в обитель находились святые ворота, над которыми висела икона покрова Божьей Матери. При святых воротах несли послушание матушке-пребратнице. В большой колокольне монастырей не было, и поэтому колокола находились в деревянной звоннице. По воспоминаниям первых сторожилов известно, что звон монастырской звонницы отличался особой мелодичностью. За монастырскими стенами у подножия горы располагалось множество деревянных и кирпичных домов, которые вмечали в себя различные службы. Отдельная просфорня, гостиный двор, пекарня, пожарный сарай, прачечная, конные и скотные дворы. При монастыре располагался кирпичный цех с двумя горными и четырьмя сараями для сушки кирпича. Изготавливаемый здесь кирпич использовался для строительства зданий монастыря. Судьба монашествующих – особая страница в истории погибшего Покровского монастыря. Страница глубоко трагическая. После закрытия монастыря игумения Серафима и несколько немощных пожилых сестер остались жить в ближайшем селе. Некоторые из сестер уехали жить себе на родину к своим родным. Оставшиеся сестры проживали по несколько человек в селе Новое Селе, тем самым поддерживая в селе духовность. Все свое свободное от работы время они проводили в молитвах, постах и воспоминаниях о покинутом монастыре. В обитель принимались девочки с раннего возраста. Одной из пришедших в 12-летнем возрасте была матушка Аркадия. Родилась она в городе Кузнецке у благочестивых родителей, которые были очень набожными. Воспитывали свое дитя в страхе Божьем. Ее отец Георгий постоянно ходил в храм, куда и брал свою дочь. Однажды летом они всей семьей посетили Покровский монастырь. Юная девица настолько понравилась там, что ей не захотелось уезжать. Приехав домой, она испросила у родителей благословения и отправилась в монастырь. Вся жизнь монахини Аркадии до закрытия монастыря пронисла любовью к этому месту. После закрытия монастыря матушка уехала в свой родной Кузнецк. Каждое лето посещала она своих сестер по монастырю. И они вместе ходили на место бывшего монастыря, вспоминая дорогой сердцу уголок, в котором проживали многие годы. При разрушении монастыря последняя игуменья Серафима с одной из своих близких сестер ходила за духовной поддержкой в село Тияпино, в Симбирской губернии, где находился в то время почитаемый всеми старец Максим. Старец напутствовал матушек словами. Живите под сосной, но шихан не оставляйте. Шиханский монастырь был закрыт, но очень долго не разрушался. Но в 1937 году его все-таки разрушили. И кирпич использовали для хозяйственных нужд. С наступлением нового этапа в истории православной России, история Шихана приобретает новый поворот. Православные люди, чьи сердца переполняются скорбными чувствами о разрушенном храме, сегодня прилагают огромные усилия для возрождения святого места. И то, что сейчас вы видите, это новый возразившийся монастырь. Построен новый собор, Сергеевская церковь, хозяйственные постройки, расчищено монастырское кладбище. Все это обнесено красивым кирпичным забором. А под стенами монастыря расчищен родник и устроена замечательная купальня. Из этого родника берутся святую воду все паломники, которые приезжают в монастырь. Но мы тоже не применили этим воспользоваться. Приглашаем вас в этот монастырь. А если захотите приехать, мы вам обязательно в этом поможем. Субтитры создавал DimaTorzok